В 2017 году только в инспекции по налогам и сборам Московского района города Бреста зарегистрировано 365 физических лиц, работающих по заявительному принципу. В бюджет ими заплачено порядка 45 тысяч рублей. Уже сегодня, согласно указу президента номер 337, список видов деятельности, связанных с оказанием услуг и выполнением работ, основательно расширен, что предполагает вовлечение незанятого населения в легальный бизнес. Физические лица могут дополнительно осуществлять 12 видов деятельности. Это и реализация на торговых местах, на рынках хлебобулочной и кулинарной продукции, сдача жилых помещений для краткосрочного проживания, оказание услуг по дизайну интерьеров, парикмахерским и косметическим услугам, а также ремонт и часовой обуви и многое другое. В данных случаях оформление индивидуального предпринимательства не требуется, следует лишь заплатить единый налог. Единый налог уплачивается ежемесячно. По возможности можно уплачивать единый налог за квартал или за год вперед. Все вышеуказанные виды деятельности должны осуществляться физическими лицами самостоятельно. Также указом предусмотрена для этих физических лиц обязательная уплата единого налога. Чтобы приступить к осуществлению этой деятельности, физические лица обязаны предоставить налоговый орган по месту жительства соответствующие уведомления. В этом уведомлении необходимо указать, чем планирует заниматься физическое лицо, а также указать место осуществления деятельности и его период. Налоговый орган, принимая данные заявления от физического лица, делает соответствующий расчет по соответствующим ставкам единого налога, А физическое лицо просто уплачивает данную сумму единого налога. Указом регулируются и базовые ставки единого налога. Устанавливать их будут областные советы депутатов с учетом видов деятельности, групп реализуемых товаров, категории плательщиков населенного пункта, в котором осуществляется деятельность плательщиков и места осуществления этой деятельности. Если налоговые органы установят, что физическое лицо осуществляет деятельность по заявительному принципу без уплаты единого налога, первый раз ему выносится предупреждение, в следующий раз пятикратная ставка единого налога. Физическим лицам, которые заявили желание работать по данному указу 337, им не нужно ввести налоговый учет, приходовать деньги в соответствии с бланками строгой отчетности и подавать в налоговые органы налоговые декларации. Предполагается, что по мере наработки навыков граждане в дальнейшем смогут расширить свое дело, зарегистрируются в качестве индивидуального предпринимателя или откроют фирмы, начнут нанимать работников. Пока же власти надеются, что расширение перечня видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, увеличит вовлечение граждан в легальный бизнес. При этом достаточно будет уплачивать единый налог в порядке и сроки, установленные налоговым кодексом. Продолжение следует...